Перенесемся в 90-е годы, в годы, когда действительно государство было максимально слабым в России, и, конечно, не было никакого подобия либертарианского общества, была как раз-таки та самая ужасная анархия. Вот вы всегда критикуете это время, и да, спасибо вам за это, что вы как-то его не превозносите, как вот часто я тоже это слышу. Не за что вообще превозносить. Да-да-да. У вас, по-моему, есть такой достаточно странный тезис об олигархических деньгах, вы вообще любите делить деньги на честно нажитые и нечестно. Вы можете объяснить, как это отделить? Честные деньги от нечестных? Элементарно. Человек, который зарабатывает свой капитал в результате череды добровольных отношений, то есть в результате рыночных отношений, в результате либо созидания, либо обмена, это человек, заработавший на рынке. Есть люди, которые зарабатывают не с помощью созидания, либо добровольного обмена, а с помощью грабежа, а с помощью государства, а с помощью бандитизма прямого, да, как это происходило в 90-х годах, с помощью государственного перераспределения средств. Эти люди бандиты. Разница точно такая же, как между капиталом предпринимателя и капиталом воровским. Разные вещи. Это нужно разделять. Люди не делятся на богатых и бедных, люди делятся на воров и тех, кто созидает. Для либертарианца это принципиальные отличия. В 2019 году вы собирали митинг в поддержку Телеграма, и вообще вы часто очень поддерживаете лично Павла Дурова. Говорите, что он пришел недавно к либертарианству. И вопрос, можно ли считать его вот таким примером человека, честного капиталиста, который заработал действительно те самые вот честные либертарианские деньги? Ну, когда мы его помещаем в контекст того, откуда в России берется капитал, конечно, Павел Дуров, это пример человека, у которого капитал наиболее чистый. Это человек, который заработал деньги своим трудом. Он создал не один уникальный продукт, а несколько уникальных продуктов, чем еще лишний раз и доказал, что помимо того, что он предприниматель, он еще и визионер. И там Телеграм, созданный на его личные деньги, это уникальный в мировом масштабе продукт, который появился вопреки тому, что с ним произошло в России. Но все-таки Телеграм был создан на деньги, которые он получил от продажи такой нечестной, можно сказать, рейдерской ВКонтакте. А вот как создавался ВКонтакте, хочется об этом поговорить. Вам знакома личность Михаила Мирилашвили? Нет, я знаю историю создания ВКонтакта, я знаю, что там были какие-то спонсорские деньги, на которые он опирался. Это совершенно не отнимает заслугу самого Павла Дурова и того проекта, продукта, который он сделал. То есть, да, бывают нечистые инвестиции. В России в то время было мало чистых денег, но продукт, который был создан, это абсолютно рыночный продукт. То есть здесь могут быть претензии к людям, которые инвестировали, но совершенно не может быть претензий к человеку, который этот продукт создал. Да, разумеется. Ну вот смотрите, есть Михаил Мирилашвили, который является отцом того самого первого инвестора ВКонтакте, основного инвестора, друга Павла Дурова. И вот я такую прекрасную книжку принесла, называется «Крыша», да, про питерский бандитизм. И здесь вот я даже заложился закладочка, интереснейший эпизод про то, как Михаил Мирилашвили, или как его называли, Миша Кутаиский, играл в наперстки. И с этого начинал свою деятельность криминальную, да, в криминальных кругах Петербурга. И затем он создал несколько коммерческих структур, которые вот прям занимались отмыванием денег, то есть превращением плохих, нечестных денег, криминальных, воровских, в хорошие, честные деньги, которые потом в том числе пошли и к Павлу Дурову во ВКонтакте. А вопрос-то именно в деньгах. К Павлу Дурову вопросов нет. Просто вот были плохие деньги, но они начали работать на рынке и сделали хороший продукт. Как же вот... Я думаю, это повод предъявить как раз Мамирашвили об источнике его денег. И здесь есть какое-то пространство для обсуждения. Но вообще, когда мы говорим о либертарианстве, когда мы говорим о том, как работает политика, нужно понимать, для чего существует теория, для чего существуют чистые категории. И как выглядит практика. На самом деле, я постоянно пытаюсь это разделение проводить. Потому что идеального никогда не будет в живой природе. Восстановить историческую справедливость, в том числе относительно событий 90-х годов, невозможно. Можно только остановить несправедливость. А как можно остановить несправедливость? Это постепенно, желательно как можно быстрее, реформировать систему таким образом, чтобы обогащаться с помощью государственного перераспределения средств, чтобы обогащаться с помощью несправедливых нерыночных методов стало невозможно или стало максимально трудно. К обществу чистой справедливости мы не придем никогда. Это ошибка, которую совершают огромное количество левых, это ошибка, которую совершают коммунисты, из-за чего все их эксперименты приводят к такой катастрофе. Либертарианцы такой ошибки не совершают, но мы в то же время... У них пока не было возможности, давайте, тоже говорить. Ну, возможность была, на самом деле, есть примеры, на которые либертарианцы опираются, как такие протолибертарианские эксперименты. Это Американская Республика, например, самый очевидный политический эксперимент, построенный, ну, практически на либертарианских принципах. Они тогда так не назывались, там были определенные отсылки к божественному праву, к естественному праву, от чего либертарианцы сегодня отказываются, но конечно, это наиболее близко к тому, что мы бы хотели видеть. Так что эксперимент был, и он не просто так не провалился. Итак, все-таки, конфискации проводить не нужно. Это ошибка проводить конфискации, например, и пересматривать результаты 90-х. Если есть люди по отношению к которым эту справедливость можно восстановить сегодня, живущие, то, конечно, необходимо пересмотреть результаты вот конкретно тех событий, потому что они еще не так далеко в историю ушли. Мне очень нравилось во время президентской кампании Алексея Навального его предложение о компенсационном налоге. Мне кажется, это наиболее близкое, наиболее достижимый вариант восстановления, относительно восстановления справедливости. Тут кажется, что как-то либертарианцы выступают за налоги, нужно отдавать себе отчет, что на самом деле мы говорим не о налоге, мы говорим о восстановлении справедливости относительно несправедливого перераспределения средств, которое произошло в 90-х годах. Называется налог, смысл все-таки принципиально иной. Вот эта идея мне нравится, чтобы поставить точку, восстановить столько справедливости, насколько это возможно, и попытаться начать двигаться дальше. Слушайте, как удобно. В принципе, налоги нельзя, но если вот во благое дело, то можно. Нет, нет, это не так. Просто язык, к сожалению, такой несовершенный инструмент, что он разные явления называет одним и тем же словом. И налогом, там, либертарианцы, я называю несправедливое государственное перераспределение средств от людей, которые заработали на рынке, к людям, которые зарабатывают на государственном перераспределении средств. Когда мы говорим о компенсационном налоге, мы имеем в виду нечто совершенно иное. Мы имеем в виду, что хорошо бы у людей, которые с помощью государственного перераспределения средств получили баснословные богатства, хорошо бы у них забрать хотя бы часть этих денег. То есть невозможно обложить налогами то, что было приобретено с помощью государственного перераспределения средств. Но, к сожалению, в языке мы используем одно и то же слово. Хорошо. У Дурова вот этот вот налог-неналог нужно взимать будет? Нет, у Павла, конечно, нет. Он работал на рынке. У его инвестора возможно. Еще раз говорю, вот есть идеология, чистой категории. С точки зрения чистых категорий мы можем порассуждать о том, где находится эта истинная справедливость. С точки зрения практики, конечно, этого делать нельзя, потому что это просто раскрутит колесо сансары, которое мы уже видели в 2017 году. Конкретный пример, мы сразу об него спотыкаемся, потому что вот есть Павел Дуров, у которого, конечно, же не хочется никакую часть активов забирать и перераспределять в пользу народа, с одной стороны, а с другой стороны, ну, конечно, не очень хорошие деньги крутились там у него во ВКонтакте. Давайте на простом примере, который понятен каждому, это обсудим. Вот есть какая-то бабушка, которая у метро продала буханку хлеба, а буханку хлеба у нее купил бандит. Нужно ли у нее отнимать те три рубля, которые она заработала за буханку хлеба? Ну, вот любому либертарианцу очевидно, что нет. Вот почему вам это не очевидно, мне непонятно. Просто один конкретный пример, он сразу говорит о том, что разделить очень сложно, и смысл очень просто. Вот я говорю, вот давайте вы мне ответите на вопрос, вот нужно у бабушки, которая бандиту буханку хлеба продала, отнимать ее три рубля или не нужно? Нет, у бабушки не нужно, но мы начали с Павла Дурова, у которого огромные миллиардные активы. Это миллиардные активы, которые Паша Дуров создал, опираясь на те три рубля, которые он получил, будучи студентом в петербургском общежитии, когда он жил там в одной комнате с однокурсниками, понимаете? То есть, еще раз говорю, если обсуждать в чистых категориях, которые в реальной жизни не существуют, можно сделать аргумент, это как высчитывать количество ангелов на острие иглы, можно делать это бесконечно, не нужно на практике этого делать, это всегда приводит к катастрофе. Что нужно делать? Это предотвращать новую несправедливость и восстанавливать ее там, где жертвы этой несправедливости еще сохранились. Очевидно, у Павла Дурова нет жертв несправедливости Павла Дурова, есть жертвы у людей, возможно, которые инвестировали в его проект, но с этими людьми нужно разбираться, не с Павлом Дуровым. Если мы все-таки берем бабушку, как такую не вполне честную аналогию, давайте уже до конца играть в эту бабушку. Да, бандит, бандит дает бабушке огромные деньги и говорит, построй себе на них фабрику и занимайся, не знаю, производством носков, наладь себе огромную фабрику, вот мой сын будет твоим вечным соинвестором 50 на 50. И бабушка существует, покупает себе дома, самолеты, инвестирует вон в Телеграм, что-то вбрасывает на лондонскую биржу, покупает себе на Сейшелах дом. В общем, вот такая бабушка. Становится не так уж ее и жалко, и, может быть, даже можно у нее и отнять что-нибудь. Дайте разбираться с человеком, который совершил преступление, не с человеком, который, будучи включенной в систему, которую преступники построили, вынужден на ней как-то вертеться, потому что мы все сегодня, так или иначе, да, вот вы работаете на Эхе Москвы, вы получаете деньги, которые получены с помощью государственных преступлений в том числе, потому что «Газпром-медиа», как бы все знают, что это такое, все знают, откуда там берутся деньги. Вы получаете те же самые деньги, которые в свое время получил Паш Дуров. Нужно ли раскулачивать стрим Лизы Лазерсон? Вот вопрос. Все-таки не стоит. Это хороший вопрос. Нет, я думаю, все-таки это хороший вопрос, на который мне любому либертуаристу ответ очевиден. Нет, не стоит. Ладно, просто вы как-то, знаете, вот прыгаете с денег на людей. Я же не предлагаю конкретно что-то делать с Павлом Дуровым. Я говорю про конкретные активы. Вот есть актив, который построен на деньги не очень честные. Мы этот актив как бы будем делить, пилить и раздавать. Потому что вас сейчас говорит марксистская индоктринация. Вы пытаетесь восстановить историческую справедливость. Историческую справедливость восстановить невозможно. Можно только остановить новую несправедливость. Можно создать справедливую систему. Но ее невозможно создать, пытаясь выяснить, кто у кого что украл 10, 20, 100 тысяч лет назад. То, что мы сегодня наблюдаем в Европе, то, что я так много критикую. Когда сносятся памятники отца-основателям за то, что, значит, кто-то из них когда-то был рабовладельцем. Когда появляются разговоры о том, что вот современное поколение должно каяться перед потомками рабов. Нет, не должно каяться. Во-первых, потому что не существует коллективной ответственности. Во-первых, потому что невозможно восстановить историческую справедливость. Потому что вся человеческая история до сегодняшнего дня была построена на несправедливости. И лучшее, что нам доступно, я вас просто призываю отказаться от этого идеалистического мышления, от мышления в категориях идеалов. Потому что мир не такой. Все, что нам сегодня доступно, это пытаться построить более справедливую систему, чтобы в будущем тех несправедливостей, которые были раньше, не произошло. И это нам сегодня возможно. И одно из условий построения такой системы, это не увлекаться, во-первых, восстановлением исторической справедливости, во-вторых, не увлекаться государственным перераспределением средств, потому что эта система сама по себе представляет грандиозную угрозу.